Видео происходящего процесса я могу публиковать для того, чтобы люди общественностью знала, что происходит. Пожалуйста, публика. Он нам привез 200 тысяч. Я просто, я, конечно, виновата, что я эти деньги потратила, но я знала, что я вам их отдам. Почему вообще это произошло? Я же сказала, не собирайте деньги. Не надо мне твою извини. Ты вот убила, как метра, мошенница. Привет, друзья. Как вы знаете, у нас произошли определенные недопонимания с руководителем фонда «Не молчи» Диной Танцари. Если быть точнее, она, скорее всего, Дина Бота, потому что ее родная сестра-близнец по имени Жанна Бота, осужденная за мошенничество в Казахстане, сейчас находится в Киеве. Жанна Бота осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 177, часть 3 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». Установлено, что с марта 2005 года по октябрь 2008 года она обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 50 миллионов тенге, под предлогом возврата с процентами. Сейчас она находится на Украине, а пострадавшие до сих пор требуют ее экстрадиции в Казахстан. Есть приговор 2009 года по мошенничеству в 2009 году, связанное с делами еще 2005 года. Естественно, дело, суд долго шел, и следствие долго шло. Там по делу проходят 8 жертв, потерпевших. Дело связано с квартирами, дело связано с подделкой и использованием поддельных финансово-залоговых документов. Но, условно говоря, речь идет о том, что одну и ту же квартиру, допустим, несколько раз продавали разным людям, каждому давая справку о том, что она от обременения свободна. И сейчас есть определенные нарекания, о которых мы, возможно, расскажем попозже, в отношении мошеннических действий самой Дины Ботой. Я не верю в это, как человек, который знает тоталитарную систему, хотя, понимая, что в 2009 году Жанна Ботта не была никогда связана с политикой, я, тем не менее, предложил Жанне Ботте выйти в эфир, ответить на вопросы и рассказать про это дело 2009 года. И пусть она в эфире, отвечая на вопросы, докажет, допустим, мне и зрителям, что это 2009 года может быть как-то связано с политикой. Раз. Второе. Это сфальсифицировано, что она невиновна. Это два. И так далее, и так далее. То есть, все было бы честно. Я же не судья, я же не заставляю ее посадить в тюрьму. Я просто предлагаю, чтобы она элементарно сказала, это неправда, это ложь, я беленькая, я белоснежка и так далее. Я не знал и не догадывался о существовании такой вот активистки по имени Дина Танцари Дина Бота до того момента, когда как блогер предоставил возможность высказаться участникам судебного процесса по изнасилованию в Тальг. И с этого момента, несмотря на то, что в журналистике всегда приветствуется паритетность мнений, со стороны страниц Дины Бот и Танцари полилась необоснованная критика о том, что я, как блогер, якобы выкладываю личные персональные данные потерпевшей. Естественно, кто прав, кто виноват, определит суд. Но дело не в этом. Уже третье заседание. На одну из них она не пришла. Мы ходим в суд для того, чтобы доказать, что все, что она публикует со своих страниц, в отношении персональных и личных данных является клеветой. А, 10 часов не забудьте, кстати. Самое интересное, что на первом заседании мы договорились о том, что все происходящее в судебном заседании будет опубликовано здесь, для подписчиков, чтобы каждый из вас мог сделать и принять решение самостоятельно, кто прав и кто виноват. По видео-аудиозаписи в прошлом судебном заседании решили вопрос, то есть в сторону не возражали, да? По аудио-видео фиксации. По применению? Да. Понятно. В порядке подготовки у нас в судебном заседании было, права обязанностей мы сторонам разъяснили. Но, тем не менее, на вчерашнем судебном заседании началась истерика. Уважаемый судной, извините, пожалуйста, он начинает снимать. Видеокамеру выключите, пожалуйста. Он, не предупредив меня, в данном помещении снял и выложил это. Что они скрывают? Я не понимаю, что нам скрывать, уважаемый Бердангар? Прошу полностью запретить ему всякую видеосъемку. Садитесь. Так, пожалуйста, с моего Динара Бутаевна, защитника, поддерживаете по данному? Да, полностью поддерживаю. Истерика со стороны адвоката. Частный обвинитель Бердангар. Незаконно. Я понимаю, что вы ему разрешили снимать в зале судебного заседания только судебный процесс. И он этим не ограничился. Видеосъемка только в зале суда. Он начал снимать еще вне судебного заседания. Динара, можно к вам с вопросом обратиться? Конечно. Я обязуюсь ваши личные персональные данные не публиковать в сети. А вот, ну, видите происходящего процесса я могу публиковать для того, чтобы люди, общественность узнала, что происходит. И запрет на какую-либо съемку Дины Танцари. Поэтому мы просим вообще отказаться от какой-либо видеосъемки с нашим участием. В данной части я уже определил, что видеосъемку вас и вашего адвоката производиться не будет в судебных заседаниях. Наши законные права, поэтому ваша честь, я прошу вас запретить ему всякую видеосъемку, аудио-видеосъемку, как в ходе судебного заседания, так и вне судебного заседания. А также запретить видеосъемку господину Бердангару, именно граждан Смаилову Динару и его адвоката Розаева, то есть меня. Такие вот требования. То есть вы, уточните, вы просите в целом запретить? В целом запретить, как в судебном заседании, потому что я здесь приобщил скриншоты непосредственно, которые он разместил у себя на YouTube-канале. Вот эти вот непосредственно. И здесь есть также комментарии к данному видео, к данному видео-посту. Дина, Дина Бота, по какой причине это все происходит? Вы же сами дали на это согласие. Как в зале судебного заседания, так и за его пределами. Суд решает вопрос только относительно видеосъемки в ходе судебного разбирательства. Мы долго думали о первопричинах, почему Дина Бота Смаилова-Танцари, у нее много имен, хочет скрыть все происходящее от публичности. Дина Бота, господин адвокат, вас не устроило в публичности процесса? Я не даю, уберите камеру, уберите камеру, еще раз говорю, уберите камеру. Я вас предупреждаю, уберите камеру. Так, еще что сказать? Я еще раз говорю, уберите камеру, свидетель есть. Посмотрите внимательно. Я ему запрещаю снимать, я при вас говорю это. Уберите камеру. Но ответ не заставил себя долго ждать. К нам в руки попала очень интересная аудиозапись, где голос, похожий на Дину Смаилову-Танцари, Дину Боту, ссорится с голосом, похожим на голос известной правозащитницы, адвоката, члена НСОД Айман Маровой. О какой медиации вы вели речь? Я вел речь просто разойтись и все. Они это или не они, о чем они ссорились, что обсуждали, мы представляем вашему вниманию. Вы мне объяснили, почему вообще это произошло. Я же сказала, не собирайте деньги. Я сегодня пришла не за этого. Я сейчас сегодня просто вынуждена, потому что вы меня, блядь, света, блядь, в это дело воткнули. Я не хотела это дело брать. А теперь я должна, извините меня, до конца доебывать это дело. Ну не надо. Если вы не можете, нормально. Не могу и отказаться уже. Потому что если... Меня точно так же принудила Маргарита, если на все пошло. Если точно так же на меня, то точно так же давили люди, просили, помогите. Я за это же никого не упрекаю, не хожу, не говорю каждый день. Меня не просила Маргарита, меня вы просили. Ну, Айман, ну я же за это никого не упрекаю сейчас. Дело не в этом, зачем вы за моей спиной деньги собираете? Я вам объяснила. Я вам говорю, деньги были. Вам дали деньги? Дайте, я скажу. Нет. Вам дали, ответьте мне, да, нет. Дайте, я скажу. Дали деньги. Эти деньги поставьте на место. Хотя бы я или раздам им, или я этого парням что-то буду делать теперь. Хорошо. Раз вы за моей спиной это делать можете. Айман, дайте, я скажу. Говорите. Можно только меня не перебивать? Нет. Мне не нужно ваш издалека, бери, конкретный вопрос задан. Я вам покажу двух. Двух слова. Хорошо. Двух словам я вам сказала. Давай. Эти деньги я не собирала, когда вы взяли дело Серика. Я говорила о том, что мне очень трудно с вами договориться, потому что вы не берете, потому что опять бесплатно. Потому что на меня добило очень много людей. Целый месяц меня вот Маргарита, Доскази, все, Альжанова, все говорили. Дина, как уговорить Айман? Как уговорить? Я говорю, она не пойдет, потому что она устала от дела ЖПП. Она устала от дела ИСАР. Она устала от изнасилованных. И она не берет дела, которые уже забарены. Это был разговор. Эту инициативу вообще сказала, первая сказала Аида, я говорю, я хочу сама унести хотя бы 100 тысяч, я дам, чтобы Айман дали в руки. И сказала Доскази, я деньги никакие не собирала. Эти деньги передали Айбеку. Айбек эти деньги потратил, потому что ему в этот момент забирали школу, там еще что-то, он мне позвонил. Дина, извините, я не могу сейчас эти деньги отдать Айман, что мне делать? Я сказала, как соберешь, отдашь. Я вам об этом сказала два раза. Айман, вам там собрали около 500 тысяч. Вы мне сказали, Дина, не надо эти деньги. Я вам потом еще раз сказала. Айман, помните, я вам говорила, вам где-то около 500 тысяч собрали люди. Этот разговор был у нас. Вы мне сказали, ничего мне не надо. Он нам привез 200 тысяч. Я просто, я, конечно, виновата, что я эти деньги потратила, но я знала, что я вам их отдам. Я села, и что мне сказала, 23 числа вы получите зарплату, с этим день я подадим Айману деньги. Эти деньги мы получили. Ну, у них заблокировали карточки. Ну, вот, блин, одно за другим. Ничего специально не делалось. Подтвердите, был такой разговор? Алия, Алия, скажи, подождите, Алия, ты обещала в тот день поговорить о Айману Муратову? Я забыла. А потом я забыла на тренингах. Я Айману Муратову не вспомнила, когда Мадина сказала. А как сказал Мадина? А я не знаю, Мадина сказала, мы сейчас из-за этого вышли. Вот для этого я отразила. Я отразила, что мой счет заблокировали, его счет заблокировали. Сейчас мы пришли по какому поводу. Вот и сейчас начнется опять... Пойдите, иди совет, честно, который нифига нет. А подождите, сейчас при чем подождите, как на Дину танцари. Там же Дина Смаилова, там же не идет. Все, посетите, да. Ну, и знаете, да. Пусть он же идет. Мы пришли, дорогой. У вас личные идут какие-то требования. У меня есть сейчас требования. Я пришла, не подождите. А почему мы тогда пришли сюда? Я не знаю. Давайте сами где-то пойдем напишем. Пусть она со своими попечителями сама отбивает. Естественно. Я вообще не подождите. Я пришла, знаете, как у Дина. Кто-то. Ну, зачем вот это вот цепляние какое-то бесконечное? Там, где подают? Вас Маилову Дину. Если она не хочет, я пришла для того, чтобы... Может, делайте, я никому не держу. Вы, вы, извините, Альман, я по кирпичу собираю эту организацию в первых дней. Собирайте. Ну, да. Вот сейчас мы говорим не об организации. Сейчас же. Мы сейчас говорим, знаете, вот смотри. Что вам сделал этот человек? Ничего он не сделал. Ну, а что вы за мной сейчас делаете? Вот зачем вы сталкиваете лбами? Никто не сталкивает. Дина, всю эту проблему вы создали. Ничего себе. Что я создала? Деньги. Сами сратили. Потом за мои спива это все делали. Вы сейчас говорите только о деньгах. Все остальное вы перечеркнули, да? Да. А что перечеркнуло? Я, мама, что вы говорите? Я никогда с вами не связала. Что вы так дешево делаете? А вы вообще замолчите. Я вчера таскала домой. Нет, я не с какого. Не нужные руки. Нет, зайдите лучше. Я не хочу тоже в таком ключе. Матиль, а вообще, я буду говорить, никогда не тихать. Ну, когда? Я сюда прихожу, потому что Айман не засилу. Сейчас тебя Айман не запрят. Я вообще замолчу. Ты залезла между нами. Ты как кошка, залезла между нами. Ты сейчас хочешь разрушить, не молчи. Руками оружие. Я сейчас в команде оружие. Я сто процентов другого равна. Ну, Айман, это бесполезно. Это просто... Я изначально так волнуются, что я за вас... Нет, что? Если вас это устраивает, дешево, все. Если вам лучше работать, вот так вот работайте. Если для нас не молчи, ничего не надо. На мы не работаем. Я вообще сама по себе. Я просто сегодня пришла только за этого посла, чтобы всем людям помочь, чтобы правильную тачку выбрать. Но раз для вас это важно, потому что его это не касается. Это вообще не молчи, не касается. Его касается все, что... Мне касается все, и я отдыхаю. А я идешь, пошли, по-моему, я поеду. Собираться кого? Ты гонишь? Вы с моей жилая, гнилая. Стой, 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 стой. Все нормально, все устраивает. Если деньги не поставите назад, я с вами буду потом разбираться. Позорище. Помоги, вы меня так оскорбили, Дина. Это было последний раз, когда я пришла сюда вообще-то. Пошел. Не надо мне твою, извини. Ты так, ты вот купила предмет, твоя мошенница, просила? Да, мошенница нет, ты не мошенница, Дина. Ты что, о чем ты говоришь? Ты просто помилку ему все делаешь. Мне можно сказать, скажи с ней, нет проблем вообще. Я бы согласилась в воду, ты бы ничего не могла. Я же сказала, а не так могу, так? Ну, ребенок там сидит, у нее нет передачи, ничего. Почему он нельзя это сделать? Почему, как не могу? Вы мне, в откуда вы это делали, а ты мне тогда сказала. Вы меня не слышите, я не подхожу, слышите. Женщина, все, отдыхайте. Увлекательно, да? Как говорится, сестру не кори, но как по Чехову, два яблока от своей яблони падают недалеко. Мы будем держать вас в курсе, чем будет радовать нас этот судебный процесс. И еще раз, обращаясь к Дине, говорим, что наша сторона настаивает на публичности всех происходящих действий, как в суде, так и за его пределами. Не закрывайтесь. Подписывайтесь на канал, меня зовут Анир Берген. Увидимся. Почему-то от камеры боитесь. Скажи, не молчи, что любишь меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok